Все буквы складываются из комбинаций этих самых шести точек. Может быть три точечки, может быть две вот так, может как угодно. По Брайлю можно писать все, ноты, цифры, формулы и проценты. Однако сделать это очень непросто. И сегодня гости Бийской организации Всероссийского общества слепых в этом убедились. В рамках дня открытых дверей всем желающим рассказали о возможностях объединения. Работало сразу несколько площадок. Так в спецбиблиотеке, где насчитывается 487 читателей, рассказали о зарождении письма и чтении слепых от Валентина Гаюи до современности. А также показали средства тифлотехники. Это электронная лупа для слабовидящих. Она подключается к телевизору. Вот здесь есть вот такая вот штучка. Наводится на текст. Можно прочитать любое. Даже на банке, где мелко-мелко написано. Подводишь она по-любому. И по-круглому, по-квадратному ездит. И на экран выводит текст. Чем больше экран, тем крупнее текст будет на экране. Жди. Нельзя. Ариш, трос. Отнеси, неси мне. Неси мне трос. Ты моя девушка. Да ты умница. Иди рядом. Там же особое внимание публики привлек к себе необычный тандем собаки и человека. Ирина наглядно продемонстрировала, как специально обученное животное может быть не только верным и преданным другом, но и реально помочь слабовидящему ориентироваться в пространстве. Вторая локация была уже в актовом зале. Здесь гостям представили отрывок из мультфильма с тифлокомментариями. А также продемонстрировали игровую зону. В этом году на средства губернаторского гранта при поддержке президентского организации удалось приобрести настольные игры и бренд-систему. Все наши гости сегодня пошли посмотреть шоу-даун. Это теннис для слепых, где у нас очень активно. Они уже пять лет, у нас шестой год уже занимаются. То есть первый стол был приобретен. Сейчас у нас в организации три стола для шоу-дауна. У нас проводятся здесь региональные игры, городские игры. Тренируются у нас ребята постоянно. Так что участвуют везде во всероссийских и межрегиональных играх по шоу-дауну. В планах у организации еще много интересного. В частности, здесь хотят создать кружок караоке, чтобы незрячие и слабовидящие люди могли продолжать развивать свои таланты. Так что впереди написание президентского гранта. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни.